Сегодня с нами тренер Миранчуков Воронков Александр Николаевич. Начала с ними заниматься в Слайнске-на-Кубани, им еще не было не полных 9 лет было. Чем они мне запомнились? Своей оригинальностью. Они всегда были быстрее, сильнее, агрессивнее, жесткие, по-футбольному активные. Они явно бросались в глаза на фоне всей футбольной команды и возрастов. И они были не у меня сначала. У нас две школы были в городе. Занимались другого тренера Александра Николаевича. У них не было этого возраста, а у нас был чисто 95-й год. И когда мы играли, а они на одном из стадионов, они там просто чеканили, они внимательно смотрели, и подошел ко мне Алексей, точно помню, можно к вам записаться, вот так вот сказал. А я еще такой был живой, быстрый, молодой тогда, и тоже там с мячом двигался с ней, показывал элементы, все через движение. Мы удивились, как вы так с мячом работаете, это сказал же один из братьев. У меня, я помню, что он отличался, вот он был, он был молодой, очень молодой, наверное, не знаю, чуть, ну, понятно, что старше с нас, но к тому, что вот у него какую-то амбициозность и азарт какой-то вот этот вот, который он нам, мне кажется, и передал эту страсть к игре, то есть она сразу почувствовалась, каких-то вот, ну, он участвовал, естественно, там в упражнениях, и это сразу же передавалось, и ты вот этим самым… Ну, то есть как человек горел именно, да? Да, вот именно показать нам, типа, типа, вообще, что такое футбол, и вообще, ну, зачем вы сюда приходите, типа, не просто так, что вы провели там какое-то время здесь, а то есть это реально там для него было дело там жизни, даже можно так сказать. Судьба есть судьба, от судьбы не уйдешь, вот они попали ко мне, и вот оттуда начался их профессиональный шаг, первый шаг, потому что я их возил на Россию, а у нас на Россию команды не играли в местных клубах, ну, просто краевые, там, какие-то кубки были, а я рвался на более высокие, мне нужны были вот именно таланты, просто они везде всегда отличались вот этой своей яркостью, агрессивностью, быстротой, злобой спортивной, нацеленностью на вороты, вот так вот. А когда они выходили из зеленого поля сюда, они становились обычными мальчишками, такими, как и все, шутились, смеялись, ковыркались. Да, было… Драки были на поле. Драки, маты. Он никогда не был агрессивным, не кричал. И не запрещал на табору. Он понимал, что это… То есть мы хотим всегда из этого извлечь что-то лучшее, и поэтому мы… У кого-то, может быть, что-то не получалось, и из-за этого у нас начинались ссоры, крики, ругания, я не знаю. Но он как бы не мешал этому, и поэтому как-то мы как-то сами утихали и сами решали свои как бы проблемы, которые у нас были. Он это понимал, я думаю, и никак вот… Ничего, наш адрес там, по углам разойдитесь, мол, там такого не было. Мы тоже сами могли решить эти вопросы. Дошкодили, конечно, как и все другие дети, но не так сказать, чтобы прям сильно… Они просто настолько заводные были, как будто в них там кто-то вселялся, когда дух-дух футбольный, я называю, когда они входили в этот образ, так скажем, когда они играют. Они просто вот… Так как у нас команда была, они настолько сильно собраны по позициям, им приходилось работать за кого-то. Они постоянно ругались на других, почему вы не успеваете, вот это вот беседуют, кричат, им делают замечания, дают желтые карточки, все было. Настолько они просто перевоплощались в этих футболистов на 100-профессионалях, поэтому они и являлись ими. Да он знал, что нам это не безразлично, что нам это очень интересно на том этапе, который был. И поэтому он, естественно, в каких-то моментах, может быть, нам что-то и подсказывал там, да, потому что понимал, что типа вот эти ребята, допустим, они могут там… Мы реально могли там не останавливаться, мы постоянно были с мячом везде там, хотели туда-туда, много куда пойти, поехать везде с мячом. И он понимал, что типа, может быть, из нас что-то и может получиться. Когда я их привез в Москву, я запомнил тот момент, было очень холодно, мы приехали с южного региона, у нас была плюсовая температура, а там было, ну, наверное, это был декабрь, все-таки был минус, и такой заметный минус. Мы были все закутаны. Я их вез целенаправленно в футбольный клуб «Спартак» в Академию Федора Черенкова. Они начинали там. Первая тренировка, она прошла как-то не скомканно, потому что она проходила в манеже, все внимательно следил за каждым движением первой тренировки, естественно, немножко волновался. А вторую тренировку они провели прям достойно, и так вот влились в коллектив и играли. Как-то, да, я не помню, когда же это все ощущалось, но это было для нас все равно, да, такой мегаполис этот огромный. Ну да, да, да. Столько суеты. Поехать на автобусе в школу, там что-то это, потом опять же ехать в другой конец на тренировку. Ну для нас это было очень тогда, помню... В малинку, да, и непривычно. Ну, наверное, были какие-то у нас разговоры, и мы уже какое-то, наверное, понимание имели, что типа вот у нас есть какая-то возможность попасть в профессиональный клуб. То есть это было, я думаю, что для него каким-то достижением, что вот мы из маленького города, я ребятам утренировал, и кто-то заметил, и взяли там... Мотивация дальше продолжать работать, растить молодежь, заниматься молодежью, да. Это русло ушло у него все, да. Где-то с 11-13 лет идет пубертарный период. Одни резко растут, другие стоят на месте. И в этот период у них ломка идет, и гормональная ломка идет, и психологическая, и они не росли. То есть они были мелкими, их все перегнали. И я думаю, с этим связано тем, что они не стали играть в составе. Естественно, они сильно это переживали, их посадили очень так плотно на замену. И здесь появился футбольный клуб «Локомотив». Я, Лена, переживал, она мне звонила, мама ихняя. Ну, я ей посоветовал, предварительно поговорил тогда с тем директором, а там был директор Борис Николаевич Стрельцов такой. И он меня очень хорошо знал, уважал, и, соответственно, очень любил этих детей. И они как-то встретились и поговорили. И как-то их трансфер получился очень безболезненно, потому что особо «Спартак» их не держал. Я говорил всегда, и не только вообще в целом, что они будут большими. Во-первых, посмотрите на маму, она довольно такая высокая женщина. И отец был метра восемьдесят три. Я знал, что они выросли. Ну, наверное, администрация клуба об этом не верила. Я благодарен «Спартаку», что они их отпустили, потому что, видите, почему? Мы теперь знаем, кто такие миронщики. Они заиграли, ну, заиграли в локомотиве. Большую лепту в выращивании этих ребят несла одна женщина, то бишь их мама, мамочка. Я бы сказал, Елена Юрьевна, потому что она с ними до конца. Она с сей день не бросила их. Она с ними была и в трудные минуты, в непогоду, в разочарование. Всегда их поддерживала, так как папа с ними не жил. И вот я преклоняюсь этой женщине. То есть я им дал толчок, а она как бы не дала им свернуть ни налево, ни направо, что Москва есть Москва. И вела их до самого последнего победного конца. И так что, Лен, ты молодец, я тебя уважаю. Сейчас, наверное, мы больше продерживаем через маму, наверное, как-то связь маму, то есть у нас какое-то связующее какое-то звено, да, между Русей Николаевичем и нами. И, естественно, конечно, спрашиваем, как у кого дела. Он переживает за нас, иногда пишет. Ну, от нашего имени помогают с турнирами на родине. Всегда какие-то моменты там замечают. Ну, у нас и у нас день рождения в один день так оказалось. Да, да, да. Я родился 17 октября 1973 года, а они родились 17 октября 1995 года. Чуть ли не в один час, если вот это... Начнем с того, да, что нас энергетично или биологически с чем-то связывало. У меня всегда теплые и отцовские отношения к ним поделюсь, что отец родной их от ковида ушел из жизни с нами. Он, нет, с нами его уже три года. И для меня они как дети, потому что я в них тоже вложил душу и сердце. И только что я там родился, не родился, у нас совпало все с ними. А то, что мы общаемся с ними, а общаемся мы крайне мало, именно напрямую, но все-таки мы общаемся. Общаемся через... Есть интернет, есть WhatsApp, всякие остальные моменты электронные. У меня много воспитанников, которые совершенно со мной не общаются, которые добились тоже кое-чего, но не так, как Алексей с Антоном. Ну, то есть мне есть с чем сравнить. Если Алексей и Антон все-таки поддерживают какие-то, хоть пусть там неглубокие, далекие, но связи, да, все последние, хотя мы плотно всегда общались. А некоторые дети, вот хочу, чтобы они увидели это, что они даже не пишут и не спрашивают, как у вас дела и здоровье. Их почти человек 10, наверное. И из них половина даже не спрашивают и не знают, что я родился 17 октября. Вот это обидно. Я в свое время отдал более 20 человек профессиональный футбол. И начнем с этого города Новороссийска. Ну, уже он уехал, да, Александр Попович в том году заключил контракт, ну, я не знаю, на год, по-моему, на два с футбольным клубом Черноморья. Сейчас его нет здесь. Вот, и это единственный футболист, которого я не знаю, где он. Откликнись, Александр, какой ты клуб попал? Дальше, точнее, Саввис Владислав, который тоже со мной не общается особо, но я тоже много что вложил, вот это не пойму, почему. Он сейчас является игроком футбольного клуба «Балтика», но на правах аренды. Следующий игрок – это Иван Комаров. Это тот человек, который, конечно, всегда удивлял меня и удивляет сейчас. Это молодой и такой интересный перспективный футболист 2003 года. Этот играет премьер-лиги у ФК Ростова. Карпин очень сильно доволен, доверяет, я с ним плотно общаюсь, он со мной общается, вообще тот человек, тот, который, как бы говорится, в сердечко, тот, который понимает, отзывается, общается со мной. Следующий игрок – это, конечно, Чаров Василий, у него вообще тяжеленный путь был, он в свое время даже более блистал, чем Миранчукей. Они были в одной команде, но он 96-го года ранний, и сейчас он является основным игроком футбольного клуба «Факел Воронеж». Дальше перейдем – Кармаев. Это вообще судьба уникальна, 2000-го года рождения. Он центральный защитник играет в «Чайке», основной игрок. Вот благодаря ему даже они выиграли наш Черноморец. Он там все поснимал головой, но тоже я с ним, к сожалению, контакт потерял. Иванов Дмитрий, на мой взгляд, если бы не его травма, он сильнее Черникова и Спиртьяна. Ну, так сложилось, как сложилось. Это мое субъективное мнение. Извините, товарищ Черников и товарищ Спиртьян, потому что я вас тоже тренировал, помните? На соревнованиях мы вместе были в лакобол в 2011 году. Я все помню, я был главным тренером тогда. Я знаю, что я с Алексеем всегда, с Антоном найду общий язык, не сегодня, а так завтра. Что радует, очень, безусловно, радует, что мы и последний день проводим такой прекрасный турнир, называемый Кубок Меранчуков. Он находится в этом городе, потому что он ходит со мной. Где я, там этот турнир. Они выделяют средства, спасибо Алексею Антонову, выделяют майки, выделяют очень множество всяких интересных подарков. Дети не обижены, все просто ждут и жаждут этого турнира, потому что очень много выделяется. Они делают видео обращения к этому турниру. Ну, желают детям только высоченных, самых высоченных высот. Ну, на турнир, к сожалению, они не могут приехать по причине того, что турнир как бы и не старался подогнать, он проходит все равно в теплое время. А у них сезон, они не могут. Я понимаю, они всегда извиняются. Да, мы ездили, вот когда у нас была еще возможность, условно говоря, летать напрямую, мы достаточно часто ездили домой и, естественно, навещали Александра Николаевича. И с ребятами. Да, с ребятами. Поэтому мы в целом... Сейчас, конечно, реже это все, поэтому и сами знаем, что, типа, вот давно дома не были. И если будет какая-нибудь, я не знаю, вот возможность, вариант, то я думаю, что мы с удовольствием слетаем и побываем вообще у себя дома на родине. У меня был спорткласс в городе Славянске на Кубани, я связан чуть-чуть с школами. Способные дети, бывает, уходят в другие виды спорта. Ну, а может быть, это какая-то там суперзвезда росла, да, а она потерялась и не раскрыл свой талант. Да, может быть, раскрыл в другом, но мы же говорим, речь идет о футболе, поэтому мы радеем только о футболе. Как-то связать это со школой надо, дополнительные уроки, футбол, а может быть, других видов спорта. Ну, опять же, я говорю о футболе, и прям, начиная чуть ли не с первого класса, чтобы урок футбола дополнительно желающие ходили, так же делался отбор на уровне школ. Сейчас время такое наступило, что приоритет все-таки детей, я называю их дети интернетом, компьютерные дети. В моем детстве, да, мы все убрали с улицы, то есть со двора, и тогда старший помогал младшим, а это, к сожалению, немножко ушло. Вот этот проект как раз самое хорошее подспорье и возвращение также детского футбола на более высокий уровень, да, это хорошее, это я поддерживаю. Футбол в школе – это круто! Мы надеемся, что это сложный вопрос такой на самом деле. Мы надеемся, как бы выгонит детей из их домов на улицы. Надеемся, что так и получится, что это поможет и даст какой-то вот толчок в этом направлении. Идеально было бы. Путь в сборную начинается со школы. До свидания! Продолжение следует...